Привет, мои дорогие! Как вы? В сегодняшнем выпуске у нас я же матеря Карен, которая психически нездоровая и нетрезвая в виде подвергает жизни людей и своих детей опасности. Перейдем же сразу к делу. О-о-о! Там вообще девка за рулем. У меня ребенок, Долар! Что ты делаешь? Здесь односторонняя. В смысле? Односторонняя? Односторонняя. Вы под кирпичное лишение. Вижу, да? Уступи дорогу. Нет, это конец односторонняя. Вы... Женщина, вы трезвые вообще? Посмотрите. Да! У меня дома ребенок, понимаете? Я очень сильно спешу. Ну давайте, там дальше ДПС, они вас лишат. Проезжайте, все. Наорала, поняла, что не права. Поменяла тон и начала просить уступить. Стоило начать сразу, с извинений. Спешит домой к ребенку, поэтому нарушает правила и подвергает риску жизни других людей. Очень образцовая мать. Вы ко мне, что ли? Слушай, что ты сидишь-то? Выйди, помоги. Не видишь я с ребенком? Ну куда? Поехали? Коляску в машину загружай, поехали. Ну что, с меня тем более с таким отношением для вас точно не полезно. Выходите, пожалуйста, и заказывайте. Я никуда не уйду. Ты что, мужик? Ты мерзлешь? Ты реально мерзлешь, ты прыгаешь. Жалко, что ребенок сядет за руль, сфотографируется, что ли, минуту? Мы объяснили, у нас сейчас идет съемка. Вы нас отвлекаете. Вы такие безсовестные, вообще обнаглевшие молодежь пошла. Почему? Мы объяснили, у нас съемка, у нас от работы отвлекаете. Но вам что съемка, ребенок вас что-то отвлечет на минуту? Да, отвлечет. Вы уже нас отвлекли на минуту. Человеку объясняют, что у них работа и что они мешают им. Она вместо того, чтобы понять и извиниться, начинает напирать. Виноватить, играет на чувство вины. Наглости нет предела. Главное, все это в пример берет ребенок и влезает в машину, будто так и надо. После такого воспитания и вырастают быдла. К конца она еще и милицию хочет вызвать, которая уже не существует. Идиотка просто. Часто такое наблюдаю, когда один тупо идет вперед на красный или по неположному месту, подвергаясь их риску. Другие также рефлексируют и идут за ним также. Будьте внимательны на дорогах. Выйдите из своей головы. Особенно, когда с вами дети. Из-за вашей безалаберности не только вы можете пострадать. Пошел! Вперед! Вперед! Вперед не только выходит? А мама, ну да. Я наказываю твоего сына, тварь! Наказываю, наказываю, и будь наказываю! Я все записал. А ты уйдешь! Блюдка, роди своих детей, вложи в них денег, и потом будешь. А ты что записал? Как она в башке бьет ее. Женщина, можно вас на минуту? Нет! Как это нет? Пойдем, пойдем. Что? Как можно так себя вести? Она считает, если ты родила, то можешь обращаться с ребенком как хочешь. Таких людей надо наказывать. Надо меня снимать. Ну скажите, а где вы живете? Вы где живете? Не надо меня снимать. Малыш, это твоя мама, да? Да. А вы откуда идете? Не надо меня снимать. Как не надо? Опа, у нее бутылка там еще. Нормально. Вы куда, девушка? Подождите, не уходите. У него не бутылка. Подождите, подождите. Подождите, стойте, не уходите. Далеко не уходите? Беда, ребенок. Алкоголь – это зло. Такое безответственное поведение и травма ребенку на всю жизнь. Зачем такие люди рожают детей? Живите свою жизнью и не рожайте. Если у вас проблемы с психикой, если вы ведете подобный образ жизни, не рожайте или отдайте детей в детский дом. Все лучше, чем это. Папа – наркоманы, мама – истеричка. Вот семья-то. Веселая, дружная. Что за ревелостью понимаю? Сама не знаю, для чего родилась. Для слез? Ни проблем, ни забот нету. Зато нытье. Все готовое переносят на тарелочке. Я правду говорю. Я сейчас сидела. Закрой рот. Закрой рот, сказала. Мне твои слезы выводят из себя. Ты видишь, как я стою? Нервничаю. Что в рекламе говорят? Спокойно, малыш. Спокойно, мама. Ты плачешь, мама, кричу. Ты меня сегодня не выводи лучше. А то я тебя точно калекой сделаю. Инвалида. Дагнуй на голову к папашему. Пока с балкона не выкинула. Греха подальше меня. Блин, выкинула бы, сука, с балконом. Было, блядь, вечно там. Сучандра, выведет с утра. Яркая представительница яшматерей. Данная модель явно достойна быть на обложке журнала «Я же мамка Карен». Психологическое насилие. Абьюз в чистом виде. Ты меня лучше не доводи, а то я точно сделаю тебя калекой. Угроза жизни ребенка. И сколько такого происходит перманентно. Вы не даете, вы ребенка отпустили. Вы не даете стать. Вы уезжаете. Вы что, мне начинаете гнать-то вообще? Вы так разговариваете, что вы так саморазговариваете? А как вы саморазговариваете, я не пойму. Я с вами вообще нормально разговариваю. У меня ребенка не упала, а вы еще орете, не понимаете, что вообще. Где он упал у вас? Чуть не упала, я сказала. Любой, наверное. А-а. Пойдем. Нет, туктик пойдет. Я на тебя напишу заявление, у тебя детей не берет опека. Не надо писать. Поняла? Не надо писать. Вы матом орете на протяжении 20 минут. При троих вы орете матом. Мой ребенок говорит, что он пальцем стычет. А это стычет, как ты его пекаешь. А-а, вот он говорит, он на нее тыщет пальцем. Мама, не надо. Сами хоть живы, нет? А-а? ГАИ, 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 ГАИ. С дороги уйдите, уйдите. Я за мужем пошла. С дороги уйдите. Мы уехали. Вы куда ушли? Мы пошли домой за мужем. Стоп, 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 стоп. Он не пьет, он не пьет. Так. Областная больница. Получается, если ехать с города, это областная больница. Прямо по улице Зеленой до конца. Давай мне руку. Да, 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 да. Я боюсь. Стойте, 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 стойте. Нет, я пошла. Девушка, стойте, оставьте ребенка. Оставьте ребенка. Девушка, оставьте ребенка. Стой здесь, стой здесь. Все, все. Успокойся, успокойся, все. Успокойся. Садись. Сядь, отдыхай. Ну, она в шоке. Ну, ребенок, я не знаю. Для сколько лет? Один. Одиннадцать лет ребенку. Здесь полмашины разворотила ей. Я боюсь. Сейчас. Мам, я боюсь. А? Она в столб, что ли? Да нам, дрободам. Ну, мать, 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 соответственно, в пьяном состоянии. Да, это мать ее. Если вы можете остановить. Они врезались в столб на повороте. Как раз вот именно сам поворот турбозал. Да, 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 да. Да я, уже вызвали и полицию, и этот. Сейчас просто скорую вызывают. Эти женщины – абсолютное зло. Бедные дети. Нетрезвом виде сесть за руль с ребенком. Какой же идиоткой надо быть, чтобы сделать такое. Хоть все остались живы, эту женщину надо посадить. Ребенок от страха не знает, что делать, а мать пошла куда-то вперед, оставив ее одного. Мать года. Я не понимаю, почему они бухают и заставляют детей на это смотреть, смотреть на их состояние. Затем еще садятся за руль машины и подвергают всех опасности. Потом они удивляются, почему их дети не хотят с ними общаться, когда вырастут. Если, конечно, к тому времени они все будут живы. Главное, ребенок говорит, мама, не надо. Ребенок умнее матери. Психически неуравновешенные мамы – это большая проблема, и компетентные органы должны заняться этим. От всего сердца желаю этим детишкам здоровья, всех благ. А это, чтобы забылось, как страшный сон. На сегодня все, ребята. Подписывайтесь на другие платформы. И главное – берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok